Кто он? Зачем пришел? Досмотри до конца и узнаешь страшную тайну царя сиреноголовых. Случилось это жуткое событие в Австралии. Мы с друзьями в это время совершали туристическое путешествие по землям этого прекрасного континента. Любовались местной природой и фауной. Единственное, что напрягало это количество пауков. Они были повсюду и нужно было быть предельно осторожными, чтобы не оказаться укушенным. Путешествие было замечательным до тех пор, пока во время нашей прогулки не случилось это. Мы прогуливались по загородной ферме с кенгуру. Как вдруг в небе появилось яркое свечение. Это было похоже на падающий метеорит, который стремительно летел вниз. Мы видели, как он летит вниз к горам, которые были неподалеку от нас. Он с огромной силой ударил землю. Да так, что земля просто задрожала под нашими ногами. Нашей веселой компании было интересно, что это упало. Мы шутили, что это приземлились инопланетяне. Шутили до тех пор, пока не услышали жуткий бой сирены. Вот тут мы наложили в штаны от страха. Звук был настолько жутким, что хотелось поскорее убежать подальше. Так как ферма находилась на возвышенности, то мы могли видеть все вокруг себя. С одной стороны были горы, а с другой в низменности находился город. Посмотрев на поднимающийся столб дыма от падения неизвестного тела, я увидел, как нечто огромное начало двигаться в сторону города. Оно было очень огромным. Когда оно двигалось, то ломало высоченные деревья на своем пути. Ничто не могло его остановить. Так это нечто все ближе и ближе подбиралось к городу, и мы смогли его рассмотреть. Оно было черного цвета с длиннющими руками, которыми спокойно вырывало деревья с корнями. Вместо привычной головы у него были три предмета, напоминающие сирены, только с множеством зубов. Мы всей нашей компанией смотрели на все происходящее, разину в рты и не знали, что делать. Увидев существо, наш гид побледнел от страха и начал что-то кричать в истерике на своем местном языке. Кое-как его успокоив, мы узнали от него, что существо это давно известно местным племенам. И оно с давних пор посещает землю, нанося разрушения и пожирая местных жителей. Местные аборигены называют его царь сиреноголовых. Узнав, кто это такой, мы продолжили наблюдать за ним. Царь сиреноголовых добрался до города и начал творить нечто ужасное. Он хватал людей и запихивал их в свои жуткие сирены. В городе творился хаос. Люди пытались спастись, чтобы не быть схваченными сиреноголовым. Из-за своих размеров и неуклюжести, черный монстр рушил большие многоэтажные дома, которые попадались на его пути. Так он продвигался все дальше и дальше через весь город. Странно, но мне показалось, что он куда-то целенаправленно идет. Точно, так пройдя через весь город, эта жуткая тварь направилась в сторону океана. Дойдя до воды, он скрылся в ней и больше мы его не видели. Мы предположили, что у царя сиреноголовых там какое-то убежище. И рано или поздно он снова проголодается и выйдет с морских глубин. Но это совсем другая история. Ну а мы в тот же день собрали вещи и улетели домой. Ну и ее эту Австралию. Субтитры создавал DimaTorzok